Всем привет! Это Портавик.ру и сегодня мы поговорим об очень интересном устройстве HTC Shift. Поговорим с его владельцем, генеральным директором студии Design to Business Виталием Барунчуком. Итак, Виталий, почему решили приобрести ваш Shift? В силу специфики своей работы, я часто бываю вне офиса, и при этом есть необходимость постоянно быть на связи. Это почта, это интернет, это работа с какими-то файлами. Там, например, какой-то дизайн нужно срочно посмотреть, дать рекомендации, переслать клиенту. Поэтому всегда тяготел к подобным устройствам. И, наконец-то, стал владельцем мечты, потому что в этом устройстве есть GSM-модуль, который позволяет постоянно быть на связи. И в нем есть две операционных системы. Соответственно, можно работать под Вистой, можно работать под ВИН-мобайл и получать почту. Причем здесь есть режим даже Пуш-Емейл, которым я, правда, не пользуюсь, потому что он сажает батарею. И неплохое заявленное время работы в режиме ВИН-мобайл. Говорят, что до 10 суток. Не проверял, но 3-4 дня без подзарядки в режиме ВИН-мобайл работает прекрасно. Это факт. Технические характеристики каковы здесь? Все ли вас устраивает? Технические характеристики следующие. Та часть, которая отвечает за Windows List, это процессор Intel S-K, 800 МГц, 1 ГБ оперативной памяти. Какая-то приличная графическая карта, честно говоря, не вникал, но совершенно адекватно работает с двумя мониторами, с хорошим разрешением. Часть, которая отвечает за Windows Mobile, это очень сложный вопрос, потому что процессор здесь, по-моему, 400 МГц. Некоторые маньяки ждут, чтобы заработал телефонный модуль под Windows Mobile, потому что сейчас GSM – это модель для обеих операционных систем. Я больше жду невозможности разговаривать в этом, все-таки не очень маленькое устройство, но доступ к SD-карте и, конечно же, к GPS-модулю, который здесь есть. Этот факт уже установлен путем разборки, не моего, правда, устройства. Но модуль есть, более того, он не просто установлен, он припаян, провода ведут куда надо. Так что ждем. Минусы еще какие-нибудь найдены? Минусы найдены, несомненно. Несмотря на завораживающее время работы под Windows Mobile, время работы под VIST, ничтожно мало, в зависимости от загрузки, составляет рекорд 2 часа 40 минут. Но в среднем, если все-таки более-менее активно пользуешься, у меня включен Bluetooth Wi-Fi, мышка Bluetooth, 1 час 50-2 часа. Насколько он удобен? То есть, вот тачпадик этот маленький, да? Тачпадик оказался очень удобным, буквально там через 15 минут работы, и обнаружилось очень удобно, реализованным следующим образом. Вот тут у вас тачпад и две кнопки, правая и левая кнопка мыши. Два режима разрешения поддерживают, причем они переключаются легко одной кнопкой. Это очень удобно, вот особенно в режиме планшетного ввода. Клавиатура, значит, можно работать вот в таком положении, да, то есть вот так раздвинуть. Достаточно удобно, кстати, что интересно, я приспособился к печатанию большими пальцами. И есть, не пугайтесь треской, но, так сказать, это нормально. Вот такой режим. В нем не так удобно большими пальцами работать. Ну, вот на столе, совершенно удобно, на коленке, в автомобиле, очень хорошо, действительно, качественно. Качество сборки вообще не забывает претензий. Единственное, до сих пор привыкаюсь тяжело вот к этому хрусту, который задается, когда открываешь экран. Там действительно вот такой звук, обратите внимание, да, вот он пришлепывается, и вот когда его отдираешь, вот есть некий такой. Но в целом все очень хорошо. Есть сканер отпечатка пальцев, который можно использовать и как, например, замену пароля при входе в систему, так и как, собственно, замена пароля для доступа к тем или иным файлам. Это тоже очень удобно. То есть для мобильных людей, я считаю, это хорошее решение, очень удачное.